Добрый день, с вами канал Стань Студентом, канал для думающих людей. Сегодня обсудим тему, как поступить в ВУЗ, если давно закончил школу. К нам практически каждый день приходят взрослые люди, которые школу закончили 20-30 лет назад, 40 лет назад. И им по разным причинам нужно получить высшее образование. Сегодня разберем два основных способа, как это можно сделать. Поехали! Вообще, как так получается, когда школу закончил давно, в ВУЗе не учился, но вдруг необходимо получить высшее образование? Очень часто эти люди работали и, скорее всего, им нужно менять свою работу. Вот они подошли к такому рубежу и работодатель говорит, возьмем вас на работу, только если у вас будет наличие высшего образования. Как правило, такие взрослые люди уже точно знают, какое направление подготовки им нужно освоить, чтобы они в дальнейшем могли трудоустроиться. Но бывает категория людей, которые давно закончили школу, которая просто саморазвивается и хочет получить образование для саморазвития. Они тоже знают, чего они конкретно хотят от высшего учебного заведения. Итак, первый способ, который мы вам рекомендуем, это все-таки сдать ЕГЭ. Так как независимо от того, в каком году вы закончили школу, все граждане Российской Федерации могут поступать в высшее учебное заведение только по результатам ЕГЭ. Есть некоторые исключения. К таким исключениям относятся, если есть инвалидность. Граждане с инвалидностью имеют право действительно сдавать внутренние вступительные испытания. Есть иностранные граждане, но если вы давно живете в России, то скорее всего вам этот вариант тоже не подходит. Если нет инвалидности, и слава богу, и хорошо, что у вас ее нет. Но если она есть, то об этом тоже стоит сообщить приемную комиссию. Вот здесь уже есть такой более упрощенный вариант. Без ЕГЭ поступать в высшее учебное заведение. Но если нет инвалидности, если вы гражданин России, то остается самый такой основной способ, это сдать ЕГЭ. Итак, чтобы подойти к процессу сдачи ЕГЭ. Очень важно понимать, что вам нужно успеть записаться до 1 февраля. Поэтому как можно скорее обратитесь в местный департамент образования и узнать, как это точно и правильно можно сделать. Проще всего это сделать по телефону. Горячая линия есть на сайте администрации городской. Там все это без проблем можно будет найти. Что важно понимать? Какие ЕГЭ сдавать? То есть это не просто все подряд. Русский язык у вас будет обязательный. Мы рекомендуем обязательно сдавать математику. Обязательно профильную математику. Но помимо того, что нужно русский, математика и еще какие-то ЕГЭ по выбору выбрать, нужно понимать, что вам точно нужно. Для этого мы рекомендуем обратиться в высшее учебное заведение. Придите в приемную комиссию, либо прозвоните. Выберите ту специальность, которая вас интересует, то направление подготовки. И тогда вы сможете посмотреть, какие ЕГЭ требуются для того, чтобы вы могли подавать документы и участвовать в конкурсе на это направление. Стоит отметить, что если вы будете поступать на заочную форму, на очно-заочную, то там тоже большое количество бюджетных мест. И вполне реально поступить и учиться бесплатно. Но также без проблем вы можете учиться и платно. Для того, чтобы вы могли подать документы, вам по ЕГЭ требуется набрать хотя бы минимальное количество баллов, необходимое для поступления. Табличка с этими баллами есть в разделе приемная комиссия. То есть вы тоже можете там на сайте высшего учебного заведения все внимательно посмотреть. Некоторое время назад к нам обращался взрослый человек, которому мы предложили все-таки сдавать не ЕГЭ, а пойти отучиться в колледже. Он так обиделся и ровно через несколько месяцев он пришел и показал, что он успешно набрал необходимое количество баллов по ЕГЭ. И соответственно у него получилось. Поэтому не стоит бояться, если вы сможете подготовиться к ЕГЭ, не так они страшны. Даже если вы сдадите один ЕГЭ в этот год, потом другой ЕГЭ в следующий год. У вас все равно это может получаться. Поэтому смотрите, не бойтесь, ЕГЭ вполне возможно реально сдать. По каждому ЕГЭ своя шкала минимальных баллов, поэтому самую точную информацию уточняйте в приемной комиссии. Ссылку с минимальными баллами ЕГЭ, которые необходимо набрать, чтобы подать документы в высшее учебное заведение, мы прикрепим внизу в описании к этому видео. Эта ссылочка будет ввести на сайт приемной комиссии высшего учебного заведения, на платформе которого мы работаем. Если совсем вы очень сильно боитесь ЕГЭ, то есть второй вариант. Второй вариант это дорога в колледж. Выпускники колледжа могут поступать в высшее учебное заведение без результатов ЕГЭ. Они конечно их могут использовать, но многие конечно естественно поступают по внутренним вступительным испытаниям. В колледжах есть разные программы. Мы рекомендуем посмотреть на программы, где срок обучения минимальный, чтобы вы не очень долго учились в колледже. В колледже также есть и заочная форма обучения. Правда учиться точно придется порядка двух лет как минимум. Если вы после 11 класса поступите в колледж, то учиться вы будете от года до 4 лет, в зависимости от программы, которую вы выберете. Выбирать вы можете не любую программу. Выбирать вам очень важную и желательную такую программу в колледже, которая будет являться родственной направлению подготовки в УЗИ. Как это можно понять? Вы в колледже смотрите шифр специальности, на которую планируете поступать. В УЗИ смотрите шифр направления подготовки, на которое в дальнейшем после колледжа хотите поступать. Если первые цифры совпадают, то с большой долей вероятности эти направления могут оказаться родственными. Самый верный способ определить, что эти направления родственные, это нужно обратиться в приемную комиссию. Сначала в колледж, потом в высшее учебное заведение. Так вы точно сможете понимать, что вам стоит идти этой дорогой. Если вы выберете неродственные направления, то высока вероятность того, что после колледжа вас все равно могут заставить сдавать единый государственный экзамен. Поэтому старайтесь, чтобы направление было родственным. Друзья, напишите, какие у вас были ситуации, может быть кто-то из ваших родных, близких оказался в такой ситуации, что давно закончили школу, а теперь нужно поступать в ВУЗ. Как они выходили из таких ситуаций? Если вам было полезно данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, отмечайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Желаем вам успешного поступления. До скорых встреч!